Привет, я Роман Сомбалюк, корреспондент у НИАН в Москве. Когда смотришь российское телевидение, складывается впечатление, что здесь они все вместе решают один ребус. Как решить украинский вопрос? Потому что эта тема остается главной на протяжении последних, ну уже почти шести лет. Да, с перерывами на Сирию, но тем не менее. Короче, там где на российская армия, там очевидно и интерес Российской Федерации. На днях произошло очень интересное. Фактически впервые четко был обозначен план, мирный план Владимира Зеленского для Донбасса. Им озвучили его в офисе Леонида Даниловича Кучмы. Он летал в Минск и там объяснил, каким образом Украину устроит разрешение конфликта на Донбассе. Да, это роспуск квазиструктур, которые даже произносить не хочется, но ладно, ЛДНР. Сейчас мы детально поговорим о воиноболотах, но пока подпишитесь на мой YouTube канал, будет интересно. Украина покусилась на самая ценная администрация Путина. Да, это два их мегапроекта. Окупация Крыма и Донбасса. И естественно, они здесь, казалось бы, должны были бы очень возбудиться по поводу того, что Украина предлагает, требует, просит. Нужно подчеркнуть, ликвидировать оккупационные администрации России на захваченных частях Донецкой и Луганской областей. Но вы будете удивлены, что в информационном пространстве, если говорить о нароссийских чиновниках, вообще-то ничего. Тихо. Они здесь делают вид, что ничего не произошло. И да, пришлось вашему покорному слуге все-таки выяснить, готов ли Кремль принять непосредственное участие в ликвидации этих бандитских формирований. Не надо думать, что этот вопрос странный. Вообще-то, в администрации Путина всегда говорят, что имеют влияние на эти администрации. Скромничают. Дмитрий Сергеевич, Сымболюк Роман, агентство Униан. Вчера украинская сторона по результатам заседания трехсторонней контактной группы заявила о том, что условия выполнения минских соглашений – это распуска квазиобразований, цитата, ЛНР и ДНР. Какая позиция Кремля по этому поводу и готов ли Кремль способствовать, чтобы эти образования действительно были распущены? Это петь, что называется «новые водные». Походу поступают новые водные от украинской страны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые водные, они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Вот. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от минских соглашений, от минского плана действия? Означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей и так далее? Пока непонятно. Если позволите уточнить, Кремль неоднократно настаивал на выполнении Украины и Минских соглашений, однако в этом комплексе мер нигде не сказано о так называемых республиках. Почему это, по вашему мнению, является отходом от выполнения этого важного документа? Потому что, собственно, этот комплекс мер, он также был парафирован представителями этих республик. И финализация комплекса мер, как документа, была бы невозможна без согласования с представителями республик. Это то, что случилось в Минске. Слушайте, надоело, когда все ссылаются на эти минские соглашения, но ничего не происходит. Понятно, что Украина видит этот документ исключительно как план для декупации украинских территорий. А наши российские друзья почему-то решили, что это наоборот план для сохранения оккупированных территорий под контролем России. И пока в Москве, Киеве, ну и может быть в каких-то других столицах произошедшее на Донбассе не будет названо одинаковыми словами, то есть российским вторжением, то понятно, мира нам не видать. Ну, конечно, когда заходят вот эти вот такие смысловые споры, всегда нужно обратиться к документам. Смотрим. Сайт Кремлин.ру, 12 февраля 2015 года. Вот он, этот комплекс мер, тут много всего написано, куда должны россияне отвезти свои войска. Конечно, сейчас в комментариях адепты Путина будут писать, что тут не написано права на российскую армию. Однако, там написано о выводе всех иностранных воинских подразделений с территории Украины. И о ком это может идти речь, если мы размышляем или документ касается непосредственно Донбасса. Здесь еще написано о выводе РСЗО «Торнадо», «Ураган», «Смерч» других. Кстати, «Торнадо» в украинской армии нет, а в комплексе мер написано. Но смысл в чем? Вот этот прекрасный документ подписали представители ОБСЕ, Леонид Данилович Кучма, наш прекрасный второй президент, и бывший посол России в Украине Зурабов. И вот два интересных гражданина, Захарченко и Плотницкий. Их здесь представили как участники трехсторонней контактной группы. А эта трехсторонняя контактная группа, она таки называется трехсторонняя и имеет три стороны. ОБСЕ, Украина и Россия. Если кому-то нравится, то Украина, Россия и ОБСЕ. Понятно, что здесь дело не в том, кто как размещается по порядку. А в том, что даже в таких нюансах Украина всячески подчеркивала, подчеркивает и будет подчеркивать о том, что никто не собирается признавать вот эти молодые донецкие джемахерии. И не просто так, нет ни одного слова со словом «народная республика» или «просто республика», или «молодая республика», или «пожившая республика», или «умирающая народная республика». Да, есть вот эти вот две фамилии. Захарченко и Плотницкий. Кто эти люди? Я, например, не знаю. Вот, кстати, вы помните, что был такой персонаж Плотницкий? Так он пропал? Никто не знает, где он. Растворился где-то на бескрайних просторах Российской Федерации. Жейфон или что-то с ним случилось? Неясно. Прячет их Российская Федерация, этих героев Новороссии. А с Захарченко все понятно. Хотел пообедать в кафе, но там произошел теракт. И да, масса расследований, которые проводились, почему-то указывают, что это сделали его товарищи. Любопытно, что если в Минских соглашениях, которые вы видите на своих экранах, идет речь о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, то, несмотря на это, Кремль почему-то носится с этими республиками и хочет, чтобы мы их признали. И я, кстати, считаю, что можно пойти на такой шаг. Но должно быть одно простое условие. Если соответствующие или аналогичные структуры будут созданы на территории России, это же федерация? Ну, давайте тогда рассмотрим вопрос о создании, например, Санкт-Петербургской народной республики или Тверской. И не надо думать, что я призываю к отделению или к сепаратизму в Российской Федерации. Ни в коем случае. Я вообще считаю, что лезть в чужие дела, ну, как минимум, некультурно. Но если эти товарищи говорят о том, что признают Донбасс частью Украины и хотят нам навязать вот эти республики, то пусть покажут, как это делается. Согласитесь. Ведь нужно же, наконец-то, услышать народ Санкт-Петербургской или Ленинградской области и Тверской. А что нет таких народов? Там в России они живут. То-то и в Донецкой области, и в Луганской области живут украинцы. Если Кремль занимает такую выжидательную позицию, хотя непонятно, почему они считают, что в Париже и Берлине тоже будут скучать по этим бандитским формированиям, как в Москве, то позицию российской власти, как обычно, гибридно высказал российский телевизор. Да, Владимир Владимирович говорит, что он самый независимый, но он настолько независимый, чтобы четко артикулировать вещи, которые нужны Кремлю. И здесь они визжат в один голос. Говорят, что это провокация, что они не знают, как можно вернуть Донбасс Украине, что это невозможно. Но при этом почему-то никто не скрывает, что именно Россия контролирует часть Донецкой и Луганской областей. Нас часто в этом обвиняют, но мы фактически Донбасс содержим. Так вышло. В принципе, к тому, что озвучена Кучма или его командой, я в частности говорю о Дарке Олифер, можно добавить только два пункта. Это вопрос репарации Российской Федерации Украины и создание международного трибунала, который будет заниматься военными преступлениями Российской Федерации на Донбассе. Но даже без этого в списке Леонида Даниловича указаны самые важные пункты. Это контрольным границей, это допуск СММ, ОБСЕ на все неконтролируемые участки, в том числе на границу, это допуск украинских партий, это допуск ЦИК, ну и, конечно, вывод незаконных воинских формирований и оружия за поребрик. То есть, неплохой список и, кажется, россияне не очень счастливы по поводу этого. И результат простой. Они здесь сбесились и фактически начали мочить уже нового президента. Но что интересно, слова, которые используются в отношении Зеленского, аналогичны тому, что они говорили в адрес Порошенко. Донецк, Луганск никому не нужны, люди там никому не нужны, избиратели там никому не нужны. Это просто такой вот элемент торга. Мы, украинцы, территория нашей страны дорожим. Но это странно, слушать вот этот пассаж со стороны представителя России, которая огнем и мечом захватила часть Донецкой области. И, казалось бы, ребята, если вы так переживаете о том, что эти люди живут не в Украине или вне контроля, вне правового контроля Украины, идите за поребрик, и будет вам счастье. И да, и жителям Донецкой области в том числе. Но нет, они продолжают стрелять и при этом приговаривают, что Донбасс это Украина, но мы его не дадим. Бред какой-то. По сути, эту ситуацию я вижу очень просто. На самом-то деле, Кремль, в ситуации, когда понятно, что нормандской четверки в ближайшее время не будет, и Путин бегает от Зеленского, администрация российского президента включила все возможные механизмы, чтобы попытаться обвалить рейтинг Зеленского. Да, наша зеленая команда тоже старается на этом пути, одно другого не исключают, но здесь акцент делается на чем, что Зеленский обманул украинцев, мол, обещал мир, а достичь его не может. Военные продолжают погибать, ничего не меняется. Ну и естественно, как вы понимаете, Зеленский в сознании на российской пропаганды прогнулся под радикалов, националистов и других нехороших людей с правыми взглядами. И что-то мне это напоминает, вот эта история с Гончаруком, который посетил концерт, как они тут говорят, не нацистов, с тем, какие методы использовались для того, чтобы мочить Порубия. Помните, там была история, что якобы он восторгается, ну в смысле Порубий восторгается Гитлером. Хотя история была абсолютно выдуманной российским агентством РИА Новости в Украине. Порубий сказал следующее, ну смысл его слов был в том, что Гитлер использовал референдумы для того, чтобы как раз манипулировать ситуацией. А на россияне подали это, что он восторгается Адольфом. Ну согласитесь, это не одно и то же. Ну и традиционно российские подпевалы в Украине подхватили этот тезис. Сейчас эти же технологии обкатанные уже используются против нашей прекрасной зеленой команды. И да, они хотят сделать следующее. Поставить на Зеленского ну что ли между кремлевским молотом и наковальной украинских патриотов. Да, здесь они их называют националистами в России. Не надо думать, что ничего-то не понимают, что они глупые. Нет, нет, тут человек разумный, работает на пропагандистской ниве. И они прекрасно знают, что люди, которые выходят на какие-то политические акции в нашей стране, они просто неравнодушны к своему государству и его будущему. Я бы, если честно, был бы в Киеве, тоже бы пошел на акцию, потому что там масса интересных и приятных людей с такими же взглядами, как у меня. И вообще, выходить на улицы это же нормально, это нормальная политическая жизнь. Это не Россия, где нужны какие-то дебильные согласования, а если у тебя их нет, то посадят на 4 года, как Костю Котова. Очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время в офисе Зеленского осознали, что люди, которые выходят на акции не капитуляции, они протестуют не против лично Зеленского. Многие за него голосовали, и это факт, но народ хочет высказать свое мнение. И да, если продолжится российское военное вторжение, именно вот эти люди будут в первую очередь защищать Украину от русских оккупантов. И это факт. И Зеленскому, мне кажется, нужно искать в них не противников, а наоборот. Потому что в украинской политике есть действительно люди, которые спят и видят, когда Зеленского снесет волна народного гнева. И да, эта партия называется УПЗЖ, который руководит по стечению обстоятельств кум Владимира Владимировича Виктор Медведчук. На этом все. Читайте агентство УНИАН и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!